Здравствуйте. Сотрудник управления Росгвардии Паризанской области, подразделение вневедомственной охраны, майор Кузнецов. Задача сегодня проверка работы системы безопасности школы. Но перед этим бумажная волокита. Проверка документов и журналов безопасности. Следом часть практическая. Проверка непосредственно самой тревожной кнопки. На деле это целая система тревожной сигнализации, которая есть в каждой школе. Работает просто. Нажимаешь на кнопку, сигнал поступает на пульт центральной охраны. Оттуда оператор передает вводные дежурному, а тот уже отправляет на место наряд полиции. Сейчас мы проверим с вами, как реагирует группа задержания. Для этого нажимаем на тревожную кнопку, видим на приемно-контрольном приборе сработку и теперь ждем. Засекаем время. Подъезд группа задержания скрытный. На двух автомобилях с разных входов. Первыми заходит основная группа. Аккуратно, не привлекая внимания, практически вдоль стен. Следом за первой группой в школу входит и вторая. Товарищ майор, группа задержания прибыл. Тревога учебная. Норматив уложились. Будь это школьной дисциплиной, то работе группы задержания можно было бы смело ставить оценку «отлично», говорят сотрудники. А сама система тревожной сигнализации работает исправно. В общем, проверку 53-я школа прошла. Но расслабляться, говорят в Росгвардии, еще рано. В Рязанской области порядка 500 объектов школ. К настоящему времени практически проверки уже закончены. Осталось допроверить около десятка. Около десятка это августовская норма. В целом же проверка работы охранных систем и самих охранников проводится регулярно, чтобы всегда были готовыми.